Таможня добро не дает. Интернет-покупки из-за рубежа теперь точно станут накладными. Новый законопроект только что обсудили в столице. Суть его в том, что заграничные посылки дороже 200 евро и тяжелее 10 килограммов тоже должны облагаться пошлиной. Немного, немало, в 30 процентов. Раньше пошлиной не облагались иностранные посылки до 1000 евро и легче 31 килограмма. Что называется, почувствуете разницу. Кто в Ярославле может попасть под горячую руку нового закона, попыталась разобраться Елена Третьякова. Людмила Керничина, если не живет в сети, то за покупками ходит преимущественно туда. Однако из серой массы интернет-пользователей девушку выделяет необычное хобби. Людмила коллекционирует винтажный парфюм, духи которой уже больше не выпускают. Ни одного из этих заманчивых флакончиков в обычном магазине уже точно не найдешь. А вот в виртуальном вполне. Именно раритетный парфюм, который трудно купить в России, я стала заказывать, ну может быть, года три назад. И в последнее время у меня примерно выходят 2-3 посылки в год. Это может быть и 2 килограмма, и 20 килограмм. Людмила, как активный интернет-покупатель о снижении таможенной планки, уже слышала. Официальная цель нового закона – борьба с так называемыми интернет-челноками. Под ними Министерство эконом-развития подразумевает тех, кто по интернету за границей заказывает ходовую технику или одежду. Соответственно, по дешевке. А здесь накручивают цену в несколько раз и наживаются на соотечественников. А казней выгоды никакой. Делается для того, чтобы исключить пересылку международных почтовых отправлений в адрес физических лиц, которые идут сюда, то есть поставляются с последующей продажей данных товаров, находящихся в данных международных почтовых отправлениях, то есть коммерческих партий, под видом товаров для личного пользования. Для таких сетевых фарцовщиков якобы и понизили таможенную планку. Теперь посылка должна быть не на 1000 евро, а всего на 200. И весить должна не 30 килограмм максимально, а 10. Слухи о подорожании ввоз зарубежных посылок шли всю прошлую неделю. Причем сначала была озвучена планка в 150 евро. Реакция от операторов экспресс-доставки последовала молниеносно. Они просто перекрыли россиянам доставку посылок. Правда, только для физических лиц. Компромиссу удалось прийти лишь 28 января. Правительству пришлось пойти на уступки. В итоге минимальную стоимость посылки подняли на 50 евро. А вот массу оставили прежней. Что касается Ярославля, то у нас число заграничных посылок снизилось еще в ноябре. Количество поступивших посылок из-за рубежа несколько упало. Это, скорее всего, связано с тем, что клиенты боятся получать посылочки из предстоящих изменений. Но в настоящий момент к нам ни одного распорядительного документа на изменение порядка приема почтовых отправлений не поступало. Ярославские таможенники тоже почувствовали сокращение числа зарубежных посылок. Если за два прошлых года их объем вырос на 70%, то сейчас снова пошел на спад. Ценительница винтажных духов Людмила считает такое развитие ситуации предсказуемой. Борьба с недобросовестными бизнесменами может обернуться неприятностями для активных ценителей гаджетов, айфонов и прочей техники. Да и для модников приятного мало. Действительно, это будет уже очень невыгодно. Это невыгодно на фоне тех законов, которые у нас есть. Сами ярославцы в основной своей массе почтовыми перипетиями не обеспокоены. А вы через интернет когда-нибудь что-нибудь покупали? Нет. Нет. Нет ничего. Никогда не покупал. Большинство из запрошенных нами горожан либо еще не пробовали покупать через смирную паутину, либо теперь боятся это делать. Переплачивать 30% все-таки накладно. Некоторые ярославцы по старинке пользуются знакомым национальным оператором. Даже негласный, но народный слоган их не смущает. Елена Третьякова, Сергей Чекмарев.